Снегопад и туман, а скорый гололед. Из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться в Барнауле, но температурные качели еще впереди. Исчерпаны последние ресурсы, зашкаливают эмоции. Как в кризисном центре для женщин помогают пережить трудные жизненные ситуации? Богини в 70 лет и старше барнаульские визажисты организовали День красоты в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сегодня в Барнауле из-за тумана не смогли вылететь три самолета. Все они следовали в Москву, в Домодедово и в Шереметьево. Также три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Барнаула. Один из них – авиакомпания «Победа», как минимум трижды пытался зайти на посадку, но в итоге приземлился в Новосибирске. Как пояснили в пресс-службе барнаульского аэропорта, причина тому – плохая видимость из-за снегопада и сильного тумана. Отметим, за последний месяц было как минимум три дня, когда из-за непогоды самолеты уходили на новосибирский аэродром. Густой туман накрыл и другие города Алтайского края. Например, так сегодня выглядела дорожная обстановка в Славгороде. Синоптики предупреждают жителей всего края о том, что в ближайшие дни регион накроет температурные качели, мокрый снег, ветер и гололедица. Спасатели напоминают о том, что в гололед тормозной путь автомобиля увеличивается в 6-8 раз. Водителям следует снизить скорость движения до 10-20 км в час при плохой видимости из-за осадков, соблюдать дистанцию. По данным МЧС только за минувшие сутки спасателям пришлось выезжать на места ДТП больше 10 раз. А между тем, в Барнауле, сообщает мэрия, техника начала убирать снег и в ночное время. Дорожники перешли на круглосуточный режим работы. Из 248 единиц техники сегодня ночью снег убирали порядка 50, а днем это число увеличилось до 70. Количество рабочих тоже перевалило за сотню. В первую очередь они очищали тротуары и проезжие части на самых крупных улицах. Был организован вывоз снега. Также дороги посыпали противогололедными средствами. Запасено более 50 тысяч тонн реагентов. Сюда входит и песчано-соляная смесь 15% содержания соли, 20% содержания соли, чистый песок для посыпки тротуаров, там где нельзя сыпать реагенты. И такой реагент, как Бионорд, тоже для тротуаров предназначен. Как уберечь подростка от суицидальных мыслей и вывести людей из состояния глубокой депрессии? Последние методики работы с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, социальное учреждение Края представят на международной выставке в форуме «Россия». Выставка пройдет в Москве на территории ВДНХ. Мы встретились со специалистами кризисного центра для женщин в Барнауле, чтобы узнать, чем они могут поделиться со своими коллегами из других регионов. Примерно полгода назад у нас в семье случилась такая ситуация, что папа от нас ушел, и мама привела нового папу. И мы никак не можем найти с ним контакт. Каждый год сюда обращаются тысячи женщин. Краевой кризисный центр. В эти стены попадает, убегает мужа-тирана или просто когда мама и жена устает от быта, работы. На масштабном форуме «Россия», который пройдет в Москве, специалисты кризисного центра продемонстрируют разработанную современную модель оказания помощи женщинам. Приходят мамочки, говорят, чувствую вины, потому что я раздражаюсь на своего малыша. Наверное, я плохая мама. Как раз этот тренинг про то, что с тобой-то все в порядке. Просто иногда необходимо где-то взять ресурсы, где-то подумать о себе. На ярмарке-форуме мы будем не просто теоретически говорить, что есть такой тренинг. Но еще мы едем с наглядным материалом. Это как раз наполняющий дневник. И у нас уже на сегодняшний день порядка 100 женщин прошли этот тренинг. Где черпать ресурсы? Как справляться с эмоциями? Как планировать день? Этот дневник поможет найти ответы на многие вопросы. И все это результат командной работы центра. Ресурсы можно брать у ближайшего окружения. Попросить о помощи бабушку. Посидеть с малышом. Забрать старшего, допустим, из школы. А в это время уделить время себе. Пообщаться банально, но это так, с подругой. Попить чашечку кофе наедине, потому что кто-то черпает ресурсы в общении, а кто-то в одиночестве. Спрогуляться в лесу. Еще один проект, который представят в Москве, направлен на подростков, которые находятся в сложной жизненной ситуации и даже склонны к суициду. Как пережить стресс, конфликты? Как найти общий язык с новым членом семьи? За последние годы у нас была статистика, что больше 50% случаев, которые совершаются, прям желание уйти из жизни, это те семьи, в которых есть отчим, у которых есть неродной отец. А семья – это всегда главный ресурс для несошлений. Какого бы возраста он не был, 5 лет, 15, 18, 25, семья всегда для него – это опора и поддержка. И там ему должно быть хорошо. Вот если ему там нехорошо, тогда очень многое в жизни ребенка начинает сыпаться. На форуме представители кризисного центра смогут не только поделиться своим богатым опытом, но и что-то подсмотреть у своих коллег из других регионов. Напомним, выставка «Форум Россия» стартует 4 ноября в Москве. Ирина Корчегина, Владислав Ковалев. День с толком. Мощный взрыв сегодня произошел в частном секторе Барнаула. Неподалеку от парка «Юбилейный» накануне вечером практически взлетел на воздух частный дом. Предположительно, там взорвался газ. К счастью, жильцов в момент ЧП в здании не было. Очевидцы сообщили порталу «Инцидент Барнаул», что в доме недавно сменились хозяева. Новые владельцы делали ремонт и как раз провели в дом газ. Соседи предположили, что рабочие могли допустить ошибку, что и привело к мощному взрыву. Сейчас следователи устанавливают причину происшествия. На взрыв в частном доме отреагировали и органы власти. На данный момент причины взрыва в частном доме в городе Барнауле устанавливаются. Пострадавших нет. Сотрудники «Газпром» газораспределения «Барнаул» выехали на место происшествия. Подробности уточняются в ближайшее время сообщимых. Ситуация находится на контроле Минстроя Алтайского края. И к другой теме. Росводоканал назвал злостных должников среди управляющих компаний ТСЖ. Сумма задолженности всех абонентов перед ресурсовиком превышает 495 миллионов рублей. Лидерами антирейтинга в этот раз стали УК «Цезарь», ЖУ «Шесть Октябрьского», УК «Трест», «Ресурсы» и УК «Базис». Отметим, что это задолженности на 1 октября этого года за несколько периодов. В «Водоканале» сообщили, что с неплательщиками они встречаются в суде, однако готовы рассматривать и вариант заключения мировых соглашений. Также иногда ограничиваются услуги водоотведения жителям, которые систематически не вносят платежи за коммуналку. На Барнаульском элеваторе должны запустить цех по переработке гречихи до конца этого года. Об этом заявил начальник управления по пищевой промышленности Александр Большаков. На сооружения уже идут пусконаладочные работы, а над предприятием лежит зерно гречихи и частично пшеницы. На какую мощность рассчитан элеватор и о других итогах в сфере пищевой промышленности расскажем далее. Барнаульский элеватор, сменивший собственника в 2020-м и цвет в 2022-м, наконец реконструирован и готов к хранению зерна. Об этом СМИ рассказал начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков и подчеркнул, что состояние предприятия качественно изменилось. За 200 миллионов провели капремонт, заменили водоснабжение, отопление, подвели газ. Им новый хозяин и будет сушить зерно, главным образом гречиху. Рассчитанная мощность элеватора – 150 тонн в сутки. Цель покупки элеватора была, у них были договора с госорганизациями, с государственными заказчиками на хранение этого зерна. Они часть его хранят как для госзаказчиков, часть используют для себя, для того, чтобы хранить, принимать, хранить и перерабатывать в крупу. И уже первые там партии пробные переработки есть. Пусконаладка идет. Но в дальнейшем, я думаю, что большая часть мощностей будет использоваться именно для покупки зерна гречихи, потому что там другого производства нет, и его переработки. Серьезные изменения произошли на некоторых других производствах. Так, на хлебокомбинате Алтайский закрома идет пусконаладка новой линии производства. А на Черемновском сахарном заводе обновили транспортное оборудование и провели реконструкцию. За половину 2023 года объем инвестиций в пищевую сферу составил около 5 миллиардов рублей. На фарм предприятия – порядка 700 миллиардов. Сейчас на Черемновском заводе выработали 46 тысяч тонн сахара, переработав чуть больше, чем четверть от запланированного объема. Из-за погоды качество свеклы в этом году хуже, рассказал начальник управления, но урожайность выше. А вот санкции на вопрос технического перевооружения не повлияли. Бизнесмены, которые зашли в Россию с этим оборудованием и которые представляли там заводы, то есть фактически это русские компании, которые продавали импортное оборудование. То есть они остались, они никуда не ушли. Если раньше оборудование завозилось прямо из Германии, там либо из Италии, сегодня это оборудование завозится в Саудовскую Аравию, там куда-то еще, и поступает к нам дольше, дороже, но оно и есть. По словам Большакова, за пределы страны край отправил больше трех миллионов тонн продукции. В Казахстан по традиции зерновые и масличные культуры, в Монголию яйца, в Китае рап, слен и масла из них, муку и куриные субпродукты, гребешки и ножки. Также начальник управления пояснил, что введение акцизов на сахар не привело к снижению объемов производства сладких напитков. Компании изменили ассортимент, расширив или уменьшив линейку продуктов, или же повысили цену на размер акциза. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Уборочная компания практически завершена в Алтайском крае. Небольшой объем работ остался по гречихе, яровой пшенице и ячменю. По масличным культурам аграрии продолжают заниматься подсолнечником и льном. Идет сбор урожая овощей. Предприятие озабочено кормовой базой для животных на зиму, так как погодные условия испортили качество трав. По словам министра сельского хозяйства края Сергея Межина, в регионе заготовлено 78% сена, 90% сенажа и 2% силоса. Если говорить, нам надо где-то 24 кормовых единицы в целом на голову, то на сегодняшний день у нас, с учетом переходящих запасов, 22 единицы кормовых у нас есть. Ну то есть в целом. Есть вопросы, которые мы будем решать, ну как бы так, что в рабочем порядке с сельхозтоваропроизводителем по переброске кормов, в том числе по закупке. В администрации края подчеркнули, что правительство готово финансово поддержать сельхозпроизводителей для необходимых закупок. Для этого используются различные механизмы господдержки. Так, на прошлой неделе в Минсельхоз страны направили дополнительную заявку на финансирование льготных краткосрочных кредитов для алтайских сельхозпроизводителей на сумму в 10 миллиардов рублей. День красоты прошел в Барнаульском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Барнаульские визажисты порадовали красавиц в возрасте и сделали им яркий запоминающийся макияж. А не совсем традиционно мероприятие Месячника пожилого человека смотрите в репортаже Валентины Аскеровой. Губная помада отражает внутренний мир. Тени четко подобраны под образ. Прекрасная половина дома-интерната становится еще прекраснее. Барнаульские визажисты делают девчонкам мейк. Кому-то легкий дневной, кому-то яркий смоки айс. Над каждой колдуют не меньше 40 минут. Дом-интернат в свой выходной день посетили пять визажистов и мастеров причесок. Они абсолютно бесплатно преобразили 10 женщин преклонного возраста. Слава Богу, живы все мои бабушки и жива бабушка мужа. Я знаю, как им важно в любом возрасте. Нам же всем девчонкам охота всегда оставаться девчонками красивыми, молодыми. И мне хотелось подарить вот эту сказку им на один денечек, в их повседневный день, чтобы у них появилась какая-то сказка. Как вам вот макияж сегодня и прическа жены вообще? Сначала напугал. Неожиданно было, конечно. Но потом вот сейчас привычный уже. Было очень приятно. Мы рады, что есть такая возможность, когда хотя бы иногда почувствовать себя чуть-чуть моложе, чем есть на самом деле. Акцию провели в рамках месячника пожилого человека. Инициатором доброго дела стала 10-летняя Варвара Кольченко, самый юный визажист Алтайского края. Первым мне предоставилась возможность красить именинницу. Она попросила максимально легкий макияж. Мы не трогали там сильно глаза только. Немножко тон нанесли. Мы сделали очень красивый макияж. Такой дневной, такой не сильно яркий, с милыми губками. Второе мы делали с макии. Образ дополняли локоны и объемные прически. Но главное, у красавиц загорелись глаза. Руководство и жители дома-интерната выразили благодарность волонтерам и пригласили их в гости в декабре навести красоту к Новому году. Валентина Аскерова, День с толком. Юные барнаульские творцы объединили два вида искусства. В Алтайском государственном университете прошла выставка современных художников и музыкантов. По словам преподавателей вуза, соединение аудио и видео создает дополнительный эффект от восприятия искусства. На творческом вечере побывали и мои коллеги. В окружении картины именитых художников – работы юных творцов, студентов барнаульских вузов и художников-самоучек. Картины можно обсуждать, но после визуального восприятия сопровождает звук. Это особый проект вуза – коллаборация студентов-художников и музыкантов. И они, можно сказать, дополняют друг друга на непостижимом уровне, создавая такую исключительную квинтэссенцию искусности. Эмоциональные портреты, дивные пейзажи, академическая живопись, инсталляция – это творение художницы-самоучки. Лилии, прорастающие на месте сломанного крыла, как символ поддержки человека человеком. Самая долгая моя картина, которую я писала, – это 9 месяцев работы. Задумка этой картины была в том, что это борьба, борьба с собой, с обществом. Если ты даже чем-то недоволен или, скажем так, разрушен полностью, ты все равно заново, как скажем, зацветешь. Это же вот как раз-таки ассоциация того, что нет одного крыла, и оно полностью состоит из цветов. Даже если что-то разрушено, оно снова зацветет. Как раз инсталляциям, собственно, им до сих пор не обучают, и на современных конкурсах, которые проходят в сибирском регионе, нет даже таких номинаций за сибирское искусство. Поэтому, конечно, выдает их прежде всего, ну, какую-то трехмерность, использование неклассических каких-то материалов и средств. В это время мастера музыкального искусства исполняли классические произведения фортепиано и гитары. По словам преподавателя вуза, барнаульцы стали чаще посещать культурные события. Признает, современное искусство по-прежнему проигрывает классическому, но надеется, что это временно. Когда мы, допустим, смотрим на футбол, мы все равно знаем правила, мы заставляем себя эти правила выучить. Почему, когда мы смотрим на современную картину, мы не даем себе возможность узнать о ней что-то, подумать, а почему сделал так художник. Поэтому современное искусство еще это такая тренировка нашего интеллекта. Тренировка и ценности времени. Вечер художников и музыкантов повторять не планируют. Единение искусств существует только здесь и сейчас. Ощутить это барнаульцы смогут во время будущих выставок. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...